Ну что, дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Ну, в общем, что, денежная уборка? Я вот задумалась, Наталья Борисовна Правдина на своих видео говорит, что она сейчас не занимается уборкой в своих квартирах, домах, на вилле. Это делают ее помощники. Я так понимаю, за вознаграждение домработницы или кто-то у нее убирается дома. Я вот подумала, получается, ее помощники делают денежную уборку в ее домах, квартирах, или она уже этим не занимается? Или она этим занималась, очищением пространства, когда это делала сама, восьмию апельсинами? Или, наверное, очищение пространства она делает это сама? Вы как думаете? Вот она советует вкатить в дом 108 апельсинов, очищение пространства апельсинами. Нет, все-таки, наверное, она, наверное, сама очищает пространство. Вряд ли она это доверит помощникам. Хотя, кто знает, надо будет задать ей этот вопрос, правда? Ну что, дорогие друзья, такая очень интересная тема. Денежная уборка, зарядить воду, такой, знаете, энергетикой и очистить пространство. Я посмотрела несколько таких ритуалов по фунишу и, конечно, на ютубе. На ютубе. Ну, еще с 2003-2004 года знаю, что Наталья Борисовна Правдина советовала очистить пространство, энергетику пространства. Ну, там не была как-то денежная уборка, там просто очищение пространства по фэн-шуй. Просто я вот думаю, те, кто советует очистить, вот такую делать денежную уборку, получается, они сами этим занимаются? Вот как считается. То есть у них нет побошников по дому, то есть это достаточно, то есть я даже не знала, как сказать. Если человек, например, покупает в виллу, огромный дом или несколько домов, вы считаете, что если женщина разбогатела и стала женщиной на миллион или на миллиард, она купила несколько домов, она будет сама в этих домах убираться, тысячи квадратов там вот это убирать. Или она доверит эту уборку профессионалам? А если она доверит эту уборку профессионалам, может быть, она вызовет клининговую службу и скажет, «Вы знаете, мне нужно сделать такую денежную уборку». Вот эти монетки, вот это вот такой водичкой будет объясняться. Или получается, что этим занимаются только те, кто еще не разбогател, чтобы разбогатеть. Такое интересное, правда? Такое интересное. Я сейчас вот надумала. «Или они это помощникам поручают, сделать денежную уборку, очистить монетки, замочить монетки, потом, в общем, сделать денежную водичку». Ну что, займусь уборкой, сделаю такую уборку в моей шикарной квартире, но потом мы с вами пошепчем все, о чем-нибудь такого интересного. Я уже начала, смотрите, с разбора одежды. Сейчас часть вещей положу в мои чемоданы. Обратите внимание, я уже тут освободила пространство для мытья пола. Вот такие вот дела. Здесь я тоже передвинула мебель. Когда у меня генеральная уборочка, генеральная уборочка, вот, я передвигаю мебель, предметы. Так, давайте, надо будет еще эту картинку дать, вот так, красивенько. Просто великолепно. Сейчас буду делать генеральную уборку в моей шикарной квартире. Кстати, кстати, это вот моя страница. Страница ВКонтакте. Вот Дима, смотрите, Дима. Сейчас я Диме напишу, спрошу, как у него дела. И также это видео ему пошлю, это видео. Так что, ну да, 27 число. 27 число. Ну, такое магическое время. 12 часов и 7 минут. 27.07.2021 год. Дима, так что сейчас я вам пошлю это, зашлю это видео. И также спрошу, как у вас дела. Ну что, выключаю уже, выключаю. Так. Так.